Не так давно мы с вами говорили о том, как оценивать сделку после того, как она закрыта. А сейчас расскажу, можно ли заранее понять, будет ли сделка прибыльной. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Сегодня выясним, как делать предварительную оценку сделки до того, как ее открыть. Этот предварительный анализ позволит охватить всю картину целиком и понять, нужно ли вообще входить. Для оценки нам понадобится разбить сделку на несколько частей. Первое – уровень. При оценке уровня покажу, как оценивать его силу. Второй элемент – тренд. Разберемся, как оценивать силу тренда. Потом оценим потенциал сделки. Это один из важнейших элементов. В конце посмотрим, как оценивать силу точки входа в сделку. После этого покажу, как численно оценить сделку на примере. Графические уровни можно разделить на два типа. Первый – наиболее редкий, точечный, локальный разворот. Когда изменение цены произошло в одном конкретном месте. При локальном развороте восходящего движения образуется уровень сопротивления. Второй вариант – разворот сформирован зоной. Определение зон сопротивления и поддержки – один из важнейших навыков. Покажу несколько вариантов, но не воспринимайте их как догму. Схемы даны исключительно для понимания общего принципа. Навыку определения уровней стоит уделить достаточно времени для освоения. А эти схемы помогают лучше понять, как определить разворот от зоны. И пока учитесь, вам будет полезно возвращаться к этому ролику. Поэтому не забудьте поставить ему лайк. Обратите внимание на первую картинку. Уровень может быть сформирован разным количеством свечей. Главное, чтобы места разворота были в одном диапазоне. Когда есть тенденция, мы видим, что цена раз за разом преодолевает максимумы. Это если говорить о росте. И минимумы, если про снижение. Если посмотрим в контексте уровней, то можем сделать вывод. При росте уровни поддержки сильнее сопротивления. Поэтому при росте уровень поддержки, от которого будем входить, даст нам 1 балл. При снижении цена раз за разом обновляет минимумы. Поэтому сопротивление сильнее поддержки. Если вы регулярно наблюдаете за поведением цены, то не раз убеждались, что цена любит круглые значения. Поэтому если уровень сформировался на круглом числе, он будет сильнее. Кстати, если вы наблюдаете нечто подобное, напишите об этом в комментариях. Также можно добавить 1 балл уровню, сформированному на графическом уровне со старшего таймфрейма. Второй элемент оценки сделки – тренд. Для начала вспомним, как определять тренд. Традиционное определение восходящего тренда, повышающиеся максимумы и минимумы, в реальной жизни требует небольшого дополнения. На графике мы видим, что тренд есть, но сказать, что максимумы и минимумы повышаются нельзя. Какие-то повышаются, какие-то нет. Поэтому для определения понадобится более точное правило. Предлагаю следующий вариант. Тренд вверх – это серия повышающихся ключевых максимумов и минимумов. Ключевыми будем называть те, которые отвечают простому правилу. Каждый следующий выше предыдущего. Посмотрим на примере максимумов. Второй выше первого, третий выше второго, четвертый выше третьего и так далее. Таким образом, тренд вниз – это серия понижающихся ключевых минимумов. Второй ниже первого, а третий ниже второго и так далее. Возвращаемся к оценке. Если мы совершаем сделку в сторону локального тренда, например, это может быть тренд на пятиминутки, то можем добавить сделке 1 балл. Если локальный тренд совпадает с глобальным, то можно добавить 2 балла. Глобальный – это старший таймфрейм, например, час или день. Таким образом, в оценке сделки учитываем направление старшего таймфрейма. Следующим этапом оцениваем потенциал сделки. Если от входа до ближайшего уровня от полутора до двух рисков входить можно, но потенциал небольшой. Поэтому к оценке добавляем лишь 1 балл. Если потенциал сделки от двух рисков, это добавляет к оценке 2 балла. Таким образом, получается, что каждый элемент можно предварительно оценить и рассчитать коэффициент планируемой сделки. Четвертый элемент – точка входа. Рассмотрим ее оценку на примере самого часто встречающегося паттерна – отката. Чтобы убедиться в том, что на уровне появилась плотность лимитных заявок, нам нужно увидеть остановку цены. Чем дольше остановка, тем лучше. Но все в разумных пределах. Если входим сразу после первой свечи, то подтверждение не сильное. Поэтому, добавляем к оценке сделки только 1 балл. Если цена стоит на уровне дольше, то можно добавить к оценке чуть больше и паттерн оценить уже 2 баллами. Оптимальным, на мой взгляд, можно считать вариант паттерна, сформированный тремя или четырьмя свечами. Такую точку входа можно оценить 3 баллами. Теперь покажу, как это применить на практике. Первым шагом оцениваем уровень. В данном случае тенденция нисходящая и тест сопротивления принесет нам 1 балл. Больше ничего добавить не получится, так как уровень не сформирован на круглой цене и не на уровне со старшего таймфрейма. Дальше оценим тренд. Обратите внимание, мы начисляем баллы за план сделки, то есть до того как войти. Не обязательно, что план станет сделкой. Но мы все равно его оценим. В нашем примере тренд классический, нисходящий. Чтобы не усложнять пример, переходить на старший таймфрейм не буду. Поэтому тренд принесет нам только 1 балл. Третий этап – оценить потенциал прибыли. Для этого определяем риск сделки и оценим прибыль. Из графика видно, что соотношение прибыли к риску больше 2. Значит, можно прибавить еще 2 балла к нашему расчету. Но цена может пойти и по другому пути. Оценим второй вариант. Возможно, здесь мне возразят. Что если цена пойдет по той траектории, что мы не предполагали? Ну, здесь все просто. Если цена идет не по плану, вы не открываете сделку. Итак, второй вариант движения. Пробой поддержки и откат. При возврате к уровню мы его можем оценить в 1 балл. Так как он не круглый и не со старшего таймфрейма. Тренд, как и в первом плане, нисходящий. Значит, добавляем 1 балл. Третий этап. Оценим потенциал прибыли. На пути движения цены исторического уровня нет, так что потенциал прибыли как минимум больше 2 рисков. Значит, можно добавить 2 балла. Предварительный расчет готов. Ждем паттерна. Цена пошла по второму сценарию и сформировала проторговку под уровнем. Отка 3 свечи, так что можно прибавить еще 2 балла к итоговому расчету. Итоговая цифра по сделке получилась 7 баллов. Это не так много, но и не мало. Если ваша сделка наберет от 1 до 3, входить нельзя. От 4 до 5 тоже слабый вариант. Лучше всего торговать в тех ситуациях, когда план сделки набирает от 6 до 10 баллов. Когда торгуете, не забывайте о том, что трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, подходит ли вам такая система с баллами. Подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!